Очень тоже часто стала проблема такая возникать, подделывают сим-карты, то есть сотрудники прям банально каких-нибудь сотовых компаний просто в нагло подделывают, выпускают дубликат сим-карт, и у вас потом воруют ваш канал, там, YouTube, ну, любой, который более-менее популярен, и либо возвращают за деньги, либо чуть ли не себе забирают. И очень сложно судиться, непонятно по какой причине сотовой компании, ну, понятное дело, сотовая компания там с нее могут поиметь, да, поэтому она всячески там все отрицает до последнего, полиция не хочет уголовное дело возбуждать, ну, тот же ВКонтакте, то тоже навстречу активно не идет. Вот, поэтому, что я вам могу сказать, воруют реально каналы, воруют реально группы, и доказать все это очень сложно, а если и даже есть доказательства, приходится судиться, поэтому, ну, я вот какого-то волшебного совета дать не могу, могу только предупредить, что такое может произойти, что надо реагировать мгновенно, если вы войти не можете, писать в службу поддержки жалобы и так далее. Ну, и в целом, на своем канале, ну, если у вас какая-то группа нейтральная, то старайтесь оставлять побольше следов, где видно, что это вы, что там, что вы модератор, там, что ваши фотографии, что были ваши видео, какие-то обращения, то есть, чтобы, ну, вот банально, ко мне женщина пишет, говорит, ну, мы вот сейчас судимся ВКонтакте, а они не просто не признают, то есть, у нас украли группу, а они не признают, что у нас украли группу, типа, мы не можем доказать. Ну, я, конечно, я там сказал, что надо было делать экспертизу компьютерно-технически, там, устанавливать все через экспертизу, а не так просто на словах, там, на общении и жаловами. Но, тем не менее, продумывайте, вдруг, если у вас популярны какие-то каналы, если у вас их украдут, как будете доказывать потом, что это ваш канал, то есть, ну, как минимум, все же в интернете сохраняется, то есть, побольше, чтобы изображение вашего лица, упоминание вас везде было и так далее, то есть, даже если злоумышленники все это удалят, это все потом можно восстановить.